Добрый день! Я приветствую всех! Сегодня 9 мая, наш самый святой праздник в году. Я очень расстраиваюсь в последнее время, когда читаю, слышу от кого-то о том, что пора этот праздник аннулировать, потому что это якобы не праздник, это день поминания, день плача. Чему тут радоваться, что тут праздновать, это надо только плакать и вспоминать. Я считаю, что мы сегодня вообще не вправе решать, каким быть этому празднику, потому что этот праздник заложен теми людьми, которые сами, своими руками, своей победой создали этот день, 9 мая. Они прошли весь этот ужас и пришли к этому дню. Они сделали его праздником, а не днем поминания. Они и так плачут, и без этого. Они плачут всю свою жизнь. Они опоминают всех своих товарищей, друзей, родных погибших. И хотя бы вот этот один день, это день радости. И не надо отнимать его у наших ветеранов. Он должен быть таким. Он должен быть таким, каким сделали, каким захотели видеть его эти люди, которые в 45-м году сделали эту победу. А сегодня я уже видела много фотографий, видео, которые выкладывают все, кто был сегодня вот у нас на Невском проспекте, участвовал в марше бессмертного полка. Я, к сожалению, очень хотела, но не могу уже который год попасть в эти колонны, потому что я работаю в этот день, так получается. Но тем не менее, мы работали тоже на праздники. А я лично сегодня уже получила очень много писем и сообщений и по телефону, и по скайпу от своих знакомых с разных, даже не городов, а стран, о том, как они сегодня проходили в колоннах бессмертного полка. Я получила такие фотографии из Москвы. Я получила такие фотографии из Пскова. Я получила такие фотографии из Северодвинска, моя подруга юности. Прислала мне их. А моя подруга из Киева заказала плакат своего деда знакомым в Москве. И ее знакомые пронесли ее деда сегодня по московским улицам. Вот она мне пишет в скайпе, как сегодня проходило у них в Киеве это празднование. У нас в этом году, как никогда, много народа было, и мы немного напугали радикалов. Их было совсем мало. Хотя людей могло бы быть еще больше, но многие говорят, не смогли доехать. Так дивно было проходить по Арсенальной улице, к парку Славы, через рамки. Полиции было немерено. А еще с фото моего деда добрые люди шли в Москве. То есть ее дед сегодня прошел дважды по Москве и по Киеву. А со мной вместе шла женщина с внуком и несла портрет отца. А тот был адъютантом у Рокоссовского. Это в Киеве. Ну, Анюта, ты уникальный человек. И, в общем, я за тебя очень переживаю. Но а мне не переживать, когда ты мне вот такое пишешь. Мы песни пели, и даже пели такую песню, а я в Россию домой хочу. И ничего. Ну, слава Богу, что ничего. Но, Анюта, ты помни, что мы из Земфира и из-за тебя очень переживаем. Ну, а мне сегодня пришлось работать, но, правда, тоже на праздновании. У нас по городу, в парках, в скверах в праздники разбиваются такие концертные площадки, где играет оркестр, выступают артисты. И народ собирается и просто слушает музыку и поет. Вместе с артистами песни. Вот такое же было на стрелке Васильевского острова. В общем, сегодня весь день я провела там. Играл военный оркестр. И, несмотря на то, что сегодня был страшенный холод, ветер. Ветер был такой, что сдувал даже громадные металлические флагштоки для знамён. Они так на ветру трепыхались, что даже заглушали порой оркестр. И, тем не менее, люди сидели, слушали, хлопали, пели песни. В общем, у нас стойкий народ очень. Ну, и в три часа стартовала колонна бессмертного полка. И мы встречали её уже возле Дворцовой площади в самом начале Невского. Ну, вот эти кадры я вам и хочу немножечко показать. Раз уж мне довелось тоже сегодня это увидеть. Дворцовой площади Дворцовой площади Дворцовой площади Дворцовой площади Дворцовой площади Дворцовой площади Дворцовой площади